Попытка номер два. Мы в прямом эфире. Дмитрий Гордон, Василий Голованов. 29 октября. Сегодня воскресенье на часах 18.29. Мы перезагрузили нашу трансляцию. Дмитрий Ильич, как у вас сигнал? Ну, у меня сигнал хороший. Друзья, видите, мы же не дурим никого. У нас прямой эфир на самом деле. И вот какие-то в системе стримярда, видимо, возникли неполадки. Это не зависит от нас. Но мы идем вам навстречу. Мы перезагрузили стримярд. Это приложение, да, Василий, которое позволяет делать прямой эфир. И мы готовы. Готовы ли вы? Мы готовы. Итак, мы продолжим. Мы обсудили уже темы и сбитого самолета, и вот царев, значит, и красной линии, про которую говорит Иран. На самом деле, Дмитрий, я бы чуть-чуть развернул. Так, я не могу понять. Одни пишут хорошо, другие пишут виснет. Смотрите, есть такая штука еще. Возможно, возможно, не все плохо. Крутится загрузка. Виснет. Так, мы ждем тогда от наших коллег. Пусть они скажут, что делать. Виснет, не виснет. У вас тоже виснет, я сейчас напишу. Так. Я тихонько включу. Знаете, что я на планшете у себя включу, посмотрю, как там идет прямая трансляция. Угу. А вот есть мнение, что все хорошо. А у меня не грузится тоже, кстати. У вас не грузится. Вот загрузилось. Так. Загрузилось. Что не так, загруженное видео воспроизводят. Из Америки все супер. Щаси стало. Щаси такого набугого. И подглючивает. Эфир виснет. Кто-то пишет, все окей. Друзья, но это проблемы не наши. Это проблемы, видно, с платформой. Поэтому, ну что, продолжаем, я думаю. Давайте продолжим. В крайнем случае, этот эфир будет в записи. Выложен в любом случае на наших каналах. Да. Вы можете посмотреть в записи. Если проблема будет продолжаться, мы будем искать просто другую площадку стриминговую для следующего нашего эфира. Уж простите. Видите, мы делаем все возможное. Да. Идем дальше. Тогда, Дмитрий Ильич, о чужой работе хочу вас спросить. Я знаю, что вы, ну, все знают, что вы давали интервью Юрию Дудю, и оно там на высоком топе интервью в тройке, по-моему, да, из интервью. Я занимаю среди всех интервью Юрия Дудя четвертое место по количеству просмотров. 34 миллиона 300 тысяч. Вот даже с такой точностью. А я вчера посмотрел. Вы знаете, я почему говорю? Потому что вышло интервью с этими двумя ущербными людьми по фамилии Цыгановы. Я посмотрел, а сколько же у меня там? Вот четвертое место. Но какие глубоко религиозные. Сидят, крестятся, значит, Бога всу и поминают. Ну, все как положено. Я не смог смотреть. Мне вроде как по работе положено смотреть, но три с лишним часа я не смог. Я, во-первых, минут 6-7 посмотрел в начале. Все, мне стало мутить. И я не смог это посмотреть. Дмитрий, вы смотрели? Да, я посмотрел интервью Юрия Дудя с Викой Цыгановой и ее мужем Вадимом Цыгановым. Я героически посмотрел. Вас стало мутить, меня тоже мутило. Несколько раз вырвал, но досмотрел до конца. Так, я тогда короткую справку дам зрителям. То, что я почерпнул в интернете. И, Дмитрий, что вы думаете об этом материале? Юрий Дудя взял интервью у Вики Цыгановой. Такая шансонье-певица. Думаю, популярная была в 90-х. Вы наверняка ее помните. Она там пела что-то про бот, русская бот. Она не была популярной. Мы сейчас коснемся этого. Ну, вот в нише шансона тогда начинающегося. Вот она там с кругом песни пела. Так вот, Дудь взял интервью у нее ее мужа-продюсера Вадима Цыганова. Три с половиной часа о сатанизме, мировом правительстве и покаянии. На Дудя, кстати, могут завести дело из-за этого интервью. В России там возбудились, перевозбудились по этому поводу. Значит, сама Цыганова выложила у себя в Телеграм-канале интервью с подписью «Люди, не смотрите это. Это все сделала нейросеть. Позже узнаете. Это правда не мы. Нейросеть и технологии deepfake», пишет Вика Цыганова. При этом выкладывает у себя интервью со словами «не смотрите». Ну, значит, лучшей рекламы не сделаешь, чем дать что-то искать. Не используй это, не смотри. Но разнятся мнения фанатики. Значит, СВО считают, что Цыганова врезала Дудю прямо по его либерально-демократическим зубам, по его ехидной западной ухмылке. Ну, а фанаты Дудя говорят, ну, смотрите, в очередной раз, очередные две Кучера сидели перед, может, не настолько тупые, как Аскар Кучера, но еще прикрывающиеся, значит, верой и богом. Дмитрий, что вы увидели в этом интервью? Василий, вы знаете, я бы не сказал, что Аскар Кучера тупой. Я сказал уже. Не-не, он, ну, на мой взгляд, он не туп. Он классический пример приспособленца. Человека, который будет служить кому угодно, лишь бы жопа была в тепле. Дмитрий, вы просто забыли его пассажи про то, что жена рожала в Америке, потому что в Европу лететь было далеко. Ну, он же должен был как-то оправдываться для патриотов, почему жена рожала в Америке. Он же не сказал, что она там рожала, потому что дети получили бы американское гражданство. Да. Да, он сказал, потому что вот так, как он сказал. Или потому что в Америке роддома лучше, чем в России. Он же так не сказал. Поэтому он выкручивался, отчего становился еще противнее. Ну, это классический такой приспособленец, который, ну, как говорил Колчак, вступая в очередной город, не трогать проституток, кучеров и артистов. Они служат всем режимом. Та же самая ситуация. Поэтому кучера это тип приспособленца, который служит Путину для того, чтобы у него было комфортно все в жизни. Эти два персонажа, это вообще интересный случай. Во-первых, я хочу сказать, конечно же, что Юрий Дудь прекрасно провел интервью. Он очень хорошо подготовился. Он очень хорошо оппонировал. Он очень хорош был в реакциях своих. Естественен, раскрепощен. Он был свободен. Я увидел свободного человека, который не сразу все понял для себя. Я так думаю. Но время сделало свое дело и желание понять и время. И сегодня он все понимает, как надо. Мне так кажется. Потому что он разговаривал с этими двумя больными людьми очень искренне и очень, с точки зрения понимания этой войны, понимания Путина, понимания России, очень красиво говорил. Поэтому Юрию Дудьу просто мое уважение. Он отличен был, прекрасен был в этом интервью. Что касается пары гнедых, запряженных Зарею. Тоже типажи. Вика Цыганова. Да, типажи. Вика Цыганова. Вы сказали, что она была популярной певицей. Она никогда не была популярной певицей. Отчего ее мало показывали по телевизору. Даже в 90-е годы. Ее шатала и болтала. Она и в еврейском театре попела. И в русские песни ударялась. Ее шатала и болтала. Она, эта певица, не нашедшая своего амплуа. Долго искавшая. Ее колбасила конкретно. Ну вот в результате нашла на какое-то амплуа русской патриотической певицы. Но и в нем не состоялась. И в этом ее главная трагедия. Потому что широким массам она неизвестна. Расторгой известен. Газманов известен. Она неизвестна. И это ее трагедия. Ее от этого здорово плющит. Потому что ее нет на российском телевидении даже. Ее не показывают. Ни в огоньках этих убогих. Ни в песне года. Нигде. Ее просто нет. Муж ее продюсер. Продюсер он же муж. Вот тут два типа. Цыганова. Агрессивная. С наглецой. Очень умственно ущербная. И муж ее. Не агрессивный. Понимающий диалог. Мягкий даже. Но как и большинство россиян раненые и убитые за шкварные идеологии русского мира приправленные церковными этими баснями. Хорошо сказал. Раненые и убитые. Да. Это именно так. Значит. Ну когда. Юра Дудя уже плющила от них и колбасила конкретно. Ну когда она начинала говорить про триединую святую Русь. Я вам скажу. Это настолько. Какие убогие люди. Убогие. Убогие. В данном случае еще и сирые. Даже сначала сирые. Потом убогие. Он им про логику. Он им про историю. А они ему про триединую святую Русь. И что ты с них возьмешь. Кроме анализов. Ну что с них взять. Два убогих человека. Только она агрессивная. Такая хабалка. А он такой смиренный. Это очень хорошее интервью. Потому что мы еще раз увидели глубинное нутро глубинной России. Потому что эти двое выразители большинства. Они не слышат истины. Они не слышат правды. Они не хотят ее слышать. Они не слышат логики. Они не слышат доводов. Они не слышат совести. Они не слышат каких-то исторических экскурсов. Нет. У них есть своя сермяжная кондовая правда. Называется она триединая сука святая Русь. Вот это ты ему говори что угодно. Вы на нас напали. Вы нам не даете жить. Вы убиваете. А он тебе будет говорить триединая святая Русь. Ты ему говори. Вы разрушаете наши дома. Инфраструктуру. Наши здания жилые. Вы убиваете людей. Вы расстреливаете семьи просто из танков. Вы крадете, мародерите, насилуете. Вы вообще незаконно находитесь на нашей территории. А он тебе будет говорить триединая святая Русь. Браво Юрию Дудю. Классическая программа. Мы еще раз посмотрели лицо современного русского, тупого, оболваненного, агрессивного, наглого ватника. До которого не дойдет ровным счетом ничего. Те, до кого должно было дойти, до них уже дошло. Половина из них уехала. Половина заперлась в свои внутренние берлоги и сидит там, не высовываясь, потому что высунуться опасно. А это серая масса. Триединая святая Русь, назовем ее так. И все. И хоть ты кол на голове тиши. Она, эта цыганова умалишенная, она мне вообще напомнила. Знаете, в церквях бывают такие женщины, у которых не все хорошо в жизни. И которые, вот, они сидят тебе, молитвки читают, истово, истово, истово. Но если ты что-то вдруг не то скажешь или не так сделаешь, они тебя могут палкой огреть по спине. Вот это типичная история. Типичная история. Даже не хочется говорить про них стыды, позор им или еще что-то. Но они такие, их могила исправит. Это лицо России сегодняшней. Их может исправить позор, поражение в войне, частично исправить. А так, с ними даже бороться бессмысленно, с этими цыгановыми. Назовем их так, этих русских, таких как они. Это цыгановы. Больные своим мнимым величием. В общем, если в трех словах, триединая, святая Русь. Это диагноз. И это не лечится. Так, друзья, это видео будет обязательно в записи. Вы обязательно посмотрите, если у кого-то проблемы. Но и сейчас можно попытаться помочь, значит, облегчить стрим. Вы просто меняете в настройках YouTube не максимальные, там, не тысячу, значит, не 720. Ставьте 480 или там 360. И вот чуть в меньшем, в худшем качестве. Ну, вот пишут зрители в комментариях, что вроде как не висит, если уменьшить, значит, качество. Но, Дмитрий, я все-таки возвращаюсь к этому интервью. У меня еще несколько уточняющих вопросов. Как может вот здесь соседствовать и уживаться в одной голове? А это ведь не только вот эта парочка. Таких ведь людей много. Конечно. Которые здесь крестятся и говорят, что, боженька, значит, и вот заповеди, и не убей. И параллельно с этим благословляют на войну наши мальчики. Возвращайтесь с победой. Я сейчас имею в виду россиян, которые отправляют на захватническую войну. Одно дело, мы понимаем, когда наши священнослужители благословляют на защиту нашей земли. Пришел агрессор убивать и насиловать. Но когда они говорят, да-да, идите, идите, убивайте, насиливайте, захватывайте чужие земли, говорят они своим солдатам, по сути. Как это может уживаться, вот, религия и параллельно с этим, значит, захватническая война? Сегодня у нас 29-е. 28 октября исполнилось бы, сколько же лет, боже. Короче, был день рождения Романа Григорьевича Виктюка. Человека, выдающегося театрального режиссера, с которым я дружил много лет, который родился во Львове, и которого мы похоронили во Львове. Роман Григорьевич о таких говорил двумя словами. Хвори-люды. Лучше не скажешь, ну, хвори-люды, хвора-нация, хвори-люды. Что сделаешь, они больные, но они реально больные. Если хотите посмотреть на больных, посмотрите интервью с супругами Цыгановыми. Я говорю еще раз, Юрий Дудь сделал блестящую работу, прекрасную работу. Это лицо современной России. Три единой и святой. Спрошу про самого Дудя. Очень неоднозначное мнение в украинском сегменте социальных сетей отношения к Юрию Дудю. Мол, да, вот он выехал, да, он против Путина, но вот порой имперские взгляды просачиваются в его интервью. И, значит, не такой, что не так с Дудем. Значит, есть ролики там разные. Дмитрий, на ваш взгляд, что не так с Дудем и все. Я не случайно сказал, что к такому интервью с Цыгановыми Юрий Дудь шел. У него была дорога, у него был путь. Человека, который не разобрался в себе, в ситуации для начала, в начале, и не разобрался в себе. У меня есть ощущение, что на сегодняшний день Юрий Дудь все хорошо понимает и говорит об этом смело. Что подтверждает интервью с Цыгановыми. Да, у меня есть ощущение, повторяю, что в самом начале войны Юрий Дудь не понимал действительно, что происходит. Вы знаете, вот недавно мы с Антоном Герасченко вспоминали. Антон Герасченко, кстати, один из людей, который сделал огромное дело и делает огромное дело для нашей победы. Настоящий патриот Украины, который с первых минут войны, в отличие от многих других, и чиновников, и депутатов, и так далее, сразу стал работать на победу Украины. Я уже не говорю о том, что он очень креативный. Мы после войны, после победы уверен, узнаем, что сделал для Украины Антон Герасченко. Не все можно говорить сейчас реально. Но из того, что мы видим, это и его телеграм-канал прекрасный, правда, Герасченко, и его твиттер, самый большой в Украине, на который подписаны депутаты Конгресса, американского и так далее. Он его ведет на английском языке. Самый большой в Украине твиттер Антона Герасченко. Так вот, когда началась война, я, вот, как только первые бомбы упали у нас тут за окнами, прошло минут 15, я уже записал и опубликовал обращение к украинцам в связи с войной против России, у себя на YouTube-каналах и в Инстаграме. И буквально прошло минут 10-15, наверное, так по памяти, мне позвонил Антон. Он, видно, я знаю Антона хорошо, он делает 10 дел одновременно. Он вот так вот у него все, вот так вот быстро-быстро, он очень рабочий такой человек. Он кричал в трубку, кричал, это был крик. Поднимай всех, кто может говорить, поднимай там Собчак, Дудя, пусть говорят, пусть выступают. И я записал еще одно обращение, много миллионов посмотрели, набрало оно это видео. Я записал обращение к российским матерям. Все это в YouTube есть, в Instagram, где сказал, что будут горы трупов, что мы не отдадим свою страну. И я призвал Юрия Дудя и Ксению Собчак выступить публично с осуждением этой войны, этого варварского нападения. Ксения Собчак не выступила, Юрий Дудя не выступил. А я уверен, что они видели это видео, потому что, я повторяю, оно набрало много миллионов просмотров. Я его записал прямо на улице Киева, в первый день войны, прямо на улице Киева, военного Киева. Я, насколько понимаю Юрия Дудя, вы знаете, он очень честный человек, мне кажется. Ой, чихнул. У нас прямой эфир, спасибо. Очихнул я на правду, видите, сказал Юрий Дудя, мне кажется, очень честный человек. И он на тот момент, значит, не понимал ситуацию так, чтобы мог выступить. Он все-таки жил в России, он тоже был отравлен этой пропагандой частично. Несмотря на то, что он этнический украинец. И его бабушки, дедушки, насколько я знаю, на момент, когда мы встречались с ним, я давал интервью Юрию, они жили в Украине. Но эта же отрава на людей производит впечатление, пропагандистская отрава российская. Поэтому я думаю, что у него не было тогда позиции, и он не мог выступить. Но сейчас, вот в интервью с Сыгановыми, этот человек, мне кажется, сформировавшийся антипутинской, антироссийской, государственной, антивоенной позиции, который полностью на стороне Украины. Это мое ощущение. Могу ошибаться, конечно, но ощущаю ситуацию так. Окей, друзья, спасибо большое. Еще раз напомню, в комментариях пишите, где вы нас смотрите, больше семи слов желательно. И обязательно прямо сейчас, у нас вторая часть нашего интервью сегодня с Дмитрием Гартоном. Нажмите лайк, нравится, под этим стримом. Вот сейчас прямо нажмите, для того, чтобы ютубер не дал к посмотри другим пользователям тоже. Да, про интервью, где Валерий Соловей Дмитрию Гартону говорил про смерть Путина, мы поговорим еще сегодня. Лежит ли он в текущем? Василий, смотрю за окна, луна полная, представляете, мне кажется. И висит над землей. Да, полная луна. Я ехал вот сейчас в Киев, я заезжал по Жутомирской трассе, и было такое ощущение, ну я еще там, когда выезжал на нее, что как будто луна прям такая желтая. Прямо в окно смотрит луна, представляете? Да, и прямо надвисает над землей. Такое ощущение, что... Я передам, передам. Луна передает привет Василию Голованову и нашим зрителям. Передаю все. Спасибо большое, это очень взаимно. Так, друзья, идем дальше. Обязательно подпишитесь на YouTube-канал Дмитрий Гордон, Олеся Бацман, в гостях у Гордона, YouTube-канал Голованов. Вы наверняка это знаете, но сделайте это, пожалуйста. Еще мы сегодня расскажем, в описании у меня на канале точно есть ссылка на Instagram Дмитрия Гордона, про картину, нам важно это не забыть, но сейчас соберется чуть больше зрителей, мы об этом обязательно расскажем. А пока давайте поговорим про президента Турции. Раджеп Таип Эрдоган выступил на митинге в поддержку палестинцев. Он прошел 28 октября в Стамбуле вчера. Эрдоган назвал происходящее в секторе газа резней и обвинил в этом западные страны. Его слова приводят Дейли Саба и Анадулу, турецкие издания. И турецкие власти утверждают, что на великом палестинском митинге в Стамбульском аэропорту имени Ататюрка собралось полтора миллиона человек. Западные СМИ оценивают в несколько сотен тысяч участников митинга. Цитирую Эрдогана, главным виновником резни, разворачивающейся в газе, является Запад, сказал Эрдоган, обращаясь к совравшимся. По мнению турецкого президента, Израиль ведет себя как военный преступник. Конечно, каждая страна имеет право на самооборону, но где же справедливость в этом случае? А также он сказал, что те, кто вчера проливал крокодиловые слезы по мирным жителям погибших в Украине, сегодня спокойно наблюдают за гибелью десятых тысяч невинных детей. И так далее, и так далее. И во всем обвиняет Запад. Дмитрий, да, Восток – дело тонкое. И Эрдоган тоже, знаете, не такой прямолинейный. Там он с Путиным дружит, тут он азовцев наших героев освобождает, помогает с зерноумным соглашением, потом он опять летит в Сочи в гости к своему другу Владимиру, дальше обнимается с ним. И вот тут история и реакция на Израиль. С Израилем и Турцией очень сложные отношения, там еще с 2010 года. Вот, вроде как в Нью-Йорке встретились Нетаньяку и Эрдоган, и договорились даже о визите, должен был полететь Эрдоган в Израиль. Отменили этот визит. Отношения опять не просто натянутые, вы видите. Прямые обвинения, резня и виноват Запад, говорит Эрдоган. И это, если честно, подливает масло в такие ожидания, ну не Третье мировое, но, по крайней мере, на неприятное ожидание развития военных событий, и на чьей стороне будет Турция в случае чего, которая страна НАТО. Ну, первое. Израиль проводит операцию в секторе Газа. Израиль имеет на нее полное право, потому что сектор Газа превратился в угрозу безопасности, Хамас превратился в угрозу безопасности Израиля. Не в простую угрозу, такую словесную, типа, а мы вам там. Да нет. Хамас напал на Израиль. Хамас вырезал детей, мирных жителей, похитил людей. Это отвратительное преступление, за которое Хамас должен понести ответственность. Жаль ли мне палестинских детей? Конечно, да. Конечно, да. Вы что думаете? Я человек, который поддерживает Израиль. Я свою позицию заявил открыто в первый же день этого конфликта, этой войны, по сути. Я всем сердцем поддерживаю Израиль. Всегда. И в данном случае тем более. Но, как справедливый человек, отвечая на вопрос, жаль ли мне палестинских детей, отвечаю, конечно. Конечно. В данной ситуации Хамас не должен прикрываться мирными жителями. Он должен дать возможность с ним отойти. И нести ответственность. Хамас террористическая организация. Это террористы. Убийцы. Террористы. Они должны отвечать. Они прикрылись мирными жителями, терроризируют палестинцев. Но Эрдоган, который является, конечно же, противоречивым восточным политиком, Эрдоган должен, на мой взгляд, помочь палестинцам, реально. Забрать беженцев. Просто я смотрю, что никто из арабских стран, которые очень поддерживают палестинский народ, никто не хочет забрать палестинцев в себе, беженцев. Когда украинцы были беженцами, нам открыли двери и Польша, и Германия, и Чехия, и Словакия, и Венгрия. Ну, все, кто мог, все открыли нам свои двери и сердца распахнули. Румыния. Но палестинцев же никто не хочет принимать. Ни Египет, ни Иордания, ни Турция. Ни Катар, ни Пахареин. Никто. Вопрос, почему? Что происходит? Я считаю, что Израиль доведет начатое до конца. Я считаю, что Израиль сделает все, чтобы больше из сектора газа не исходила угроза для существования государства Израиль и угроза для израильтян. И я искренне желаю Израилю победы. А те, кто говорят о палестинском народе, должны ему реально помочь забрать к себе беженцев. Так, друзья, идем дальше. И я хочу вот сейчас, если получится, добавить картинку, которую выложил у себя Илон Маск, чем вызвал очередной скандал. Ему уже давно не привыкать, что его действия вызывают широкий резонанс. Но, как вы понимаете, не все йогурты одинаково полезны, не все заявления Маска в точку, особенно, когда он предлагает свои мирные планы по Украине. И понятно, что это вызывает возмущение в Украине и не только. Вот следующую картинку, которую выложил, вот она на экране. Сейчас я вам полный экран покажу. QR-код немножко закрывает, но я расскажу, что там написано. Маск выложил на своей странице карту сложной информации. Так, провокационное сообщение миллиардера вызвало шквал критики. Американский миллиардер, бизнесмен Илон Маск, пошутил о том, что Иран хочет войны с США. Такое сообщение он публиковал в соцсети. Выложил на своей странице карту сложную информацию о военных объектах на Ближнем Востоке. И подписал, что Иран хочет войны. Посмотрите, как близко он расположил свою страну к нашим военным базам. Вот такой юмор у Маска. Слушайте, плохо, когда люди, которые занимаются успешно деньгами, начинают идти в политику. Очень часто это плохо. Заканчивается для людей, которые успешно занимаются деньгами. По-моему, он свихнулся. У меня есть такое ощущение. Во всяком случае, у него дела идут уже не очень хорошо. Прогнозирую, что пойдут вообще из рук вон плохо. Не лезь туда, куда тебе не надо лезть. Я всегда, кстати, придерживаюсь этого принципа. Я не пытаюсь усесться одной задницей на двух или трех стульях и не лезу в те сферы, в которых не моя история. Надо заниматься своим делом и делать это хорошо. Получались у тебя старлинки? Молодец. Получалось там у тебя Тесла делать? Молодец. Занимайся, богатей, живи нормально. Ну нет, он поперся в политику, причем так отвратительно еще. Смотрите, Израиль сейчас разорвал с ним все отношения из-за старлинков, которые он заглушил. Он же и нам заглушил старлинки. Кстати, спасибо ему за старлинки, которые он дал. Я остаюсь справедливым. И у меня есть старлинк от Маска на случай ядерной войны, как говорится, не дай бог. Но не надо заниматься политикой таким людям. Они оскандалятся в результате. Это выглядит уже смешно. Он смешон. Значит, мы сейчас, как я и обещал, я просто параллельно еще пишу, что в описании под этим видео есть ссылка на инстаграм Дмитрия Гордона. Если вы перейдете, то вы увидите картину, которая называется «Похорон Путина». Значит, об этом, о самой процедуре мы поговорим чуть позже. Сейчас о том, что генерал СВР написал, Соловей Гордона сказал. Я спрошу еще о СВР и Соловей одно ли это и то же, но чуть позже. Василий, а можно я о картине это и скажу два слова сейчас? А я хотел сказать, но давайте вы. Ну давайте, мы вместе. Значит, во-первых, я хочу сказать вам, друзья, о QR-коде. Значит, у меня есть мечта, все ее знают, передать в наши вооруженные силы 100 дронов. Ну это, ну уже минимум 100 я хочу передать. Значит, на сегодняшний день, ну давайте я скажу о том, что у нас есть совместная программа с Министерством обороны, с Генштабом Министерства обороны. У нас есть прикрепленный человек специально, который рассказывает нам, говорит, куда нужно направлять дроны и в каком количестве, в какие бригады. В общем, мы покупаем дроны, мавики для фронта. На какие деньги? На наши деньги собственные, на деньги от продажи атрибутики моего мерча в интернет-магазине Гордон Шоп, на пожертвования, которые люди делают во время вот таких стримов, как сегодня. Что это перед вами? Перед вами QR-код, перед вами прямоугольничек, где написано донат на дроны для ВСУ. Нужно приложить камеру своего мобильного телефона, QR-коду и кто сколько может, ребята, пожалуйста, кто сколько может, отправьте на дроны. Это не фонд какой-то, это не эфемерные какие-то сборы, это монобанк. Я там открыл счет как волонтер Дмитрий Гордон давно еще. Это банка. Здесь видно все. Каждый человек может увидеть прохождение денег. Сколько денег собрано, сколько, куда пошло. Все прозрачно, до безобразия. Значит, я уже передал в вооруженные силы Украины 90 дронов. 90. Огромная летающая армия. Мы собрали уже деньги еще на 4. То есть 94 дрона собрали деньги. Ну и мы же не останавливаемся, и вас прошу не останавливаться. Поэтому, пожалуйста, происходит все просто. Деньги приходят вот сюда на безналичный расчет, оттуда идут в магазин дронов. Из магазина мы забираем дроны себе, и приезжают люди по разнарядке из генштаба, и забирают на бригады необходимое каждому количеству. Все. Вот такая история. И наши дроны прекрасно воюют. У нас огромное количество свидетельств, видеосвидетельств, как хорошо воюют наши дроны на фронте. Теперь, что касается картины. Перед вами картина. Значит, мы можем ее показать, да? Нет, к сожалению, нет. Хорошо. Я всех отправляю в свой инстаграм. Да. Есть ссылочка в описании. Пожалуйста, в инстаграм. Ссылочка в описании есть. Я сделал пост. Значит, там картина известнейшей украинской художницы Ирины Третьяк. Ирина Третьяк не просто известнейшая украинская художница. Ее картины находятся в престижнейших собраниях за рубежом. Ее картины официально дарят лидерам западных стран, когда они посещают Киев. Ее картины и у меня есть дома тоже. Она потрясающий художник. У нее уникальная техника, многослойная. Картины светятся ночью. Я такого никогда не видел, то, что она делает. Она сделала картину похорон Путина. Знаете, что потрясающе, конечно. Сейчас все обсуждают, и мы с вами будем чуть позже обсуждать, действительно ли умер Путин. Как утверждает в интервью мне. Вот картина. Вот давайте покажем. Вот. Посмотрите. Похорон Путина. Чуть ровнее. Можно, Василий? Чуть ровнее. Когда есть игровой прибор. Вот эта картина. Это на телефоне даже не так смотрится. Это надо смотреть вблизи, потому что я эту картину видел вблизи. Короче, все обсуждают сейчас, жив ли Путин или не жив. Потому что профессор МГУ бывший Валерий Соловей вчера в интервью, которое уже набрало полтора миллиона просмотров в Ютубе на моих двух Ютуб-каналах, и занимает первое место в трендах Ютуба. Он сказал, что Путин умер. И Валерий Соловей подробно объяснил, как он умер, что его труп лежит в холодильнике сейчас, на Балдае и так далее. В резиденции на Валдае. Значит, вот Ирина Третьяк написала картину похорон Путина. И я очень хочу, чтобы мы устроили аукцион. Кто больше всего денег заплатит за эту картину, эти деньги идут вот сюда, на дроны для ЗСУ. Они прямо ложатся. Надо, кто заплатит, мы с ним свяжемся. Он должен будет заплатить вот сюда, на банку нашу, да, волонтерскую. И на все деньги будут приобретены еще мавики для фронта. Значит, я вам хочу сказать, что Ирина, она награждена почетным нагрудным знаком от Валерия Залужного. И на этой картине есть подписи. Подписи очень известных людей. Я вам зачитаю сейчас список. Михайло Хома, Дзидзю, Юрий Великий, Квартал 95, Евгений Кашевой, Станислав Баклан, Степан Казанин, Юрий Ткач, Юрий Горбунов. Ну и главное, в течение нескольких дней на этой картине появится подпись главкома генерала Залужного. Да, и моя подпись там есть тоже. Значит, вот стартовая цена лота. 5 тысяч долларов в гривнах, естественно. Стартовая цена. Ну и в комментариях к этому посту в Инстаграме оставляйте, пожалуйста, цену, за которую вы готовы купить это произведение. Если не хотите, прямо в комментариях в личку пишите, если хотите анонимно. Аукцион продлится двое суток. И во вторник, во время вечернего стрима с Олесей Басман на моем YouTube-канале в гостях у Дмитрия Гордона, в гостях у Гордона мы объявим победителя. И объявим сумму, за которую выкупят картину Ирины Третьяк «Похорон Путина». Поэтому, пожалуйста, кто готов купить ее за цену от 5 тысяч долларов, жду вас в своем Инстаграме. И попутно хочу сказать, что я всех жду в своем Телеграме. Потому что сейчас сумасшедшими темпами развивается мой Телеграм. А Телеграм – это я. Там я без цензуры. Там я могу говорить и писать все, что хочу. И я этим пользуюсь. Я очень много там делаю постов от себя, которые я не могу в силу ряда причин сделать на других социальных платформах. Поэтому подписывайтесь, пожалуйста, на мой Телеграм. Все в Телеграм. Все в Телеграм Гордона. Еще Ленин говорил. Почта, Телеграф, телефон и Телеграм Гордона. Да. Значит, идем дальше. Так и Брежнев это говорил. И Горбачев. Все говорили. Все говорили. А вы читайте, значит, что пишет Гордон у себя в Телеграме. Значит, друзья, про интервью, там, где Валерий Соловей говорит про Путина, мы обязательно поговорим. На десерт оставим не Путина, а это интервью, которая бьет рекорды в трендах Ютуба в закладке номер один. Если еще не смотрели, посмотрите. Но пока свежая история. То, что произошло в Украине, в Киеве, точнее, даже более в столице. Таксист, попавший в языковой скандал в Киеве, записал видео, в котором поблагодарил за поддержку в сети и передал привет хейтерам. Примечательно, что говорил таксист украинскую мову, хотя слова, видно, давались ему с трудом, и мужчина постоянно подсматривал. Видно, то ли на смартфон, то ли на записку. Представитель службы такси Болт сообщил, что водителя навсегда отстранили от возможности пользоваться их сервисом. Также он заявил о готовности сотрудничать с правоохранительными органами в этой ситуации. В сети, кстати, мнения разделились. Часть поддержали мужчину, который на видео вел себя сдержанно, хоть и отказался отвечать державную мову пассажиркам, как этого Ягцуха вымогает закон. Значит, параллельно в развитии Алексей Арестович написал, что ищет контакты этого таксиста, чтобы заплатить ему компенсацию на время, пока тот ищет новую работу. А певица Светлана Лобода на своей странице в Инстаграм, значит, в сторис написала, что готова взять мужчину на работу. Вот такая история. Дмитрий, что вы думаете? Я, честно говоря, зарекся уже обсуждать языковые истории, но ситуация обязывает. Что думаете вы? Я законопослушный гражданин нашей страны. Я уважаю закон. Если закон предписывает говорить в такси державную мову, надо говорить державную мову. Если ты не знаешь державные мовы, например, ты приехал из Харькова или из Одессы, где державные мовы зачастую не услышишь, ну, сейчас услышишь, а раньше нет, и ты еще ее не выучил, ну, скажи, ну, извините, я еще не знаю украинскую мову. Ну, как-то так, наверное. Это с одной стороны. С другой стороны, я категорический противник мовных скандалев, потому что они ведут не к объединению, а к разъединению. Все, что разъединяет Украину, все вызывает у меня протест. Все, что объединяет Украину, все вызывает у меня радость. Сегодня у нас есть враг. Это Путин и фашистская Россия. И нам надо бороться с Путиным и с фашистской Россией, а не друг с другом. Это крайне важно. Это выстраданная мной формула. Не надо украинцам бороться сегодня друг с другом. Надо бороться с фашистской Россией и с Путиным. Дальше. Ну, надо всем уже вивчити українську мову. Ну, это соромно, напевно, если человек живет в Украине, есть гражданином Украины, не знает украинскую мову и не может не спелкуваться. Я думаю, что это соромно. Конечно, если человек 80 лет, она, припустим, приехала до Украины как колишний військовый в 80-х годах, жила на Донбасе, не мала змоги вивчити мову, ну, звичайно, треба ставитися до неї якось, ну, ну, якось з розумінням, скажемо так. Але якщо молода людина, 30, 40, 50 років, якщо вона свідомо не хоче вчити українську мову, ну, це соромно, це погано. Ми живемо в Україні, і тим більше, ми живемо в Україні, яка зараз потерпає від фашистської агресії. Якщо люди не вчать мову, не можуть спілкуватися мовою, ну, це ганьба. Я так вважаю. Що стосується мене? Що касається мене? Я прекрасно знаю український язык с детства. Я даже побеждал на Олимпиаде в Киеве по украинскій мові і литературі. Причем я первое місце занял в районі, сочинений писав в стихах по-українськи. Поэтому для мене вопрос українського языка вообще не стоит. Я в быту общаюсь по-русски с детства. Для мене русский язык не является языком Путіна. Для меня это язык общения. Если я нахожусь где-то в компании или где-то в магазине, где люди общаются по-украински, я с легкостью переходу миттево на украинскую мову и в мене не виникает никаких проблем с этим. Это есть тут нема ничего такого, что потребовало от меня каких-то намонтажить шаленых. Ну, жодным чином. При этом я повторю свой главный тезис. Не сейтер розбрат. Как это? Ну, розбрат, короче. Нужно объединять страну. А кто может что-то недопонимает, то я вам хочу сказать, вы спросите у тех, кто в окопах, на каком языке они общаются. будете неприятно удивлены, но большинство на русском. Ну, к сожалению, наверное, или как сказать, но это так, потому что я же общаюсь с ребятами из окопов непосредственно. Я спрашиваю, а на каком языке говорят в основном на русском? Ну, по-разному. Я слышал разные, да. Еще от батальона, от роты зависит, откуда, где формировалось, какие-то. Да, 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 но тем не менее, поэтому еще раз, не надо разъединять Украину, не надо уничтожать друг друга. Нам есть кого уничтожать. Путина, русских солдат, русскую фашистскую Россию эту долбаную, вот их надо уничтожать. Друг друга не надо. У нас любимое занятие браться друг за друга. Не надо, не время сейчас. Не время. А вот самое время, мне кажется, поговорить мы уже обещали, да, у нас сейчас 16 тысяч с половиной зрителей онлайн смотрят, у нас есть некие технические вопросы к трансляции, обычно у нас больше, и в записи нас обязательно посмотрят. Спасибо каждому, кто с нами сегодня, и в записи будет смотреть. Дмитрий, пора. Пора. Значит, профессор Соловей. Я открою секрет, значит, Валерий Соловей не очень охотно идет на интервью в последнее время, он что-то вот, ну, не хочет, и очень избирательно, значит, раздает интервью, но Гордону отказать не смог. Сначала начнем с пост, который появился в телеграм-канале генерал СВР. СВР это служба внешней разведки, расшифровывается, кто не знает. Есть мнение, что Валерий Соловей имеет непосредственное отношение к данному телеграм-каналу, доказательств никаких не имеем. Я спросил у него, Василий, да, скажем, что речь идет о телеграм-канале российском генерал СВР. Анонимный телеграм-российский. Анонимный российский телеграм-канал генерал СВР. Я спросил в этом интервью у профессора Соловья или это он? Он говорит нет, нет, нет. Ну, что же он еще скажет про анонимный телеграм-канал, который он еще, ну, если это он, он еще и скрывает, тут он вывалит всю праву. Но так уж совпало. Совершенно случайно. За несколько дней до этого телеграм-канал генерал СВР пишет о том, что Путина нашли валяющимся на полу с остановкой сердца, значит, ну еще живого, значит, откачали, отмыли, значит, кресло посадили и головой качали ему. Вот, но то ли еще будет, ой-ой-ой, проходит день или два, и телеграм-канал генерал СВР пишет, все, Бобик сдох. Соответственно, домыслы, там, просмотры сумасшедшие, там, вот, значит, сообщения, там, сотни тысяч, бьет все рекорды, Путина, уже наш Фейсбук реагирует, так что, открывать шампанское или еще рано? Или водку. Ну, кто, кто, что приберег на этот день. Вот, и тут Дмитрий Гордон берет интервью у, значит, господина Соловья, или Валерия Соловей, я не знаю, как правильно склонять, потому что по-разному склоняет его фамилию, кто-то говорит Соловея, потому что он все-таки не птица, ну, не знаю, в общем, пусть будет так. Валерий Соловей, его зовут, дает интервью Дмитрию Гордону, в котором говорит, что в четверг Путин в 20, там, 40, по-моему, если не ошибаюсь, за 20 минут до 9. 26 числа. 26 октября сыграл в ящик. И, мол, находится он сейчас в холодильной камере в своей резиденции на Валдае. Дмитрий, все ли я правильно изложил? На удивление, да. Друзья, прежде чем мы с Василием будем обсуждать эту трогательную историю, я хочу напомнить, подпишитесь, пожалуйста, все на мой телеграм-канал Дмитрий Гордон. Там я, я работаю лично над этим телеграм-каналом, и я планирую его развивать до невероятных объемов, до невероятного количества подписчиков. Поэтому подпишитесь, пожалуйста, поддержите меня, прошу вас. Теперь, что касается интервью Валерия Дмитриевича Соловья. Значит, да, то, что Вы сказали только что, он мне сказал в интервью. Как мне хочется в это верить? Как мне хочется в это верить? Как мне хочется, чтобы этого упыря скорее не было? Потому что, я повторю еще раз, моя точка зрения проста. Как только Путина физически не станет, война немедленно закончится. Потому что на место Путина в любом случае придут люди, которые захотят спокойно обворовывать Россию, и чтобы им за это ничего не было. Более того, война с Украиной – это навязчивая идея самого Путина, поддержанная российским народом в массе своей, российским истеблишментом не в массе своей. Это его кармическая какая-то хрень, которая вместе с ними закончится. Но ни одному нормальному члену правительства России не придет в голову воевать с Украиной, потому что они все бизнесмены. Они пришли туда для того, чтобы воровать в России спокойно. Но на наворованные деньги ездить в Америку, в Европу, отдыхать, жены-любовницы, дети, шмети, учиться, кайфовать по Европам, по Америкам везде, денежки там хранить. А тут из-за этого Путина у них проблемы. Поэтому они захотят, стопроцентно, говорю я, захотят, после смерти Путина договориться быстро с Америкой, сказать, уходим из Украины, нахер она нам нужна. Это все Путин, это он. И народу объяснят. Соловьева вздернут где-нибудь показательно. Скажут, это он действовал с тем, который умер. А мы пришли, мы разобрались. Все не так. Его может даже и в ГАГу отдадут. В ГАГе он может говорить всего. Это не заинтересован никто, чтобы его отдавали в ГАГу. Они же будут свои жопы грязные спасать и будут рассказывать много чего. Поэтому я думаю, что до ГАГе не дойдет. Там будут концы в воду со многими. Мы увидим, знаете, я же люблю исторические аналогии. Когда ГКЧП провалился в 91-м году, вы знаете, сколько народу из окон выпрыгивало? Причем, думаю, что не все по доброй воле. Ну, первый Николай Кручина. Евграф или чего, как-то, по-моему, Кручина. Член ЦК КПСС, заведующий финансовым отделом ЦК. Вы понимаете, кто это? Это человек, который знал все счета, где деньги партии лежали. И вслед за ним куча людей побываливалась из окон. Банально так выходили, ступали с пятого, с восьмого этажей, вообще не задумываясь. Кто-то, не исключаю, конечно, сам, но в основном им помогали. Так и здесь будет точно так же. Мы это все увидим точно так же. Концы будут в воду заметать, будут заметать дороги и сжигать мосты. Потому что невыгодно, чтобы будут промежуточные звенья убирать, чтобы никто не мог свидетельствовать наверх. Вот, поэтому русская элита, которая сложится после Путина в первый же день, тут же начнет звонить американцам и говорить, мир, дружба, жвачка, все, все как раньше. Мы уходим из Украины, валим все на Путина, дайте нам санкции снимите, дайте нам права, чтобы все было как раньше и дружим с вами. Мы же вас любим, мы же вас всегда любили. Это он, это все он. Мы не могли, мы боялись. Он же нам, он же такое нам говорил. Мы боялись репрессий, а теперь его нет. И слава Богу, друзья наши американцы. Вот так все будет. Теперь идем дальше. То, что сказал Валерий Соловей. Верю ли я, что Путин умер? Нет. Я в это не верю. О чем я сказал господину Соловьеву? Ну, мы же по-честному всегда. Я сказал, я в это не верю. Верю ли я, что у Путина есть двойники? Нет. Я в это не верю. Не верю. Вот Соловей говорит, что Путин умер, а за него двойник Васильевич его, значит, отче своего кличка Васильевич. Вот и вот он за него отрабатывает номер. Ну, не знаю. Нет, я могу допустить все. Я же не говорю, что это неправда. Я не говорю. Я говорю, что я просто в это не верю. В двойников не верю. Васильевича, Степановича. Вопрос тогда. Вопрос. Вот вы не верите в двойников. Но есть Путин, который встречается с иностранной делегацией за столом в 32 метра, с Шойгу на 15 метрах. В эфире у Скобеева и один из этих военкоров рассказывает, что он неделю сидел, значит, перед встречей с Путином в лазарете. Следующая склейка. В Дагестане выходит Путин. Ай-ня-ня, давай целоваться с людьми. Ну, как это? Ну, не может это быть один и тот же человек. Тут целуется со всеми, а там сидит в 15 метрах. Ну, как это? Василий, я об этом размышлял. Неоднократно. Он же недавно тоже встречался с руководителями конфессий. И опять они сидели от него далеко. Буквой П сидел стол такой, и он сидел от них. Размышлял об этом я. Нет ответа у меня. Да, у меня. Не знаю. Не знаю. Я вообще... Давайте вслух порассуждаем с вами. Давайте. Вариант первый. Путин умер. Лежит в холодильнике на Валдае, допустим. Васильич вместо него, допустим. Ну, хорошо. Выборы, как проводить президентские? Значит, Васильич будет участвовать в выборах вместо Путина? Хорошо. Васильича выберут? Допустим. Ну, Путина выберут, но выберут Васильича. Но вдруг Васильич сойдет с ума и тем, кто кукловодил его, скажет. Ребята, пошли отсюда, я президент. Возможно? Возможно. Риск есть? Есть. Дальше. Допустим, Путин жив. Меня что смущает, о чем я сказал Валерию Соловью? Меня смущает то, что Валерий Дмитриевич Соловей говорит мне такие вещи из Москвы, из своей квартиры. То есть, ну, вы представляете, если бы такое сказал кто-то другой, чтобы с ним было. Ну, уже в тюрьме был. А он говорит это спокойно, не дрогнув голосом и жестами, мимикой лица. И он на свободе, его никто не трогает. Я ему задал вопрос. Валерий Дмитриевич, а что же вы на свободе? Как это у Ильфа и Петрова? С таким счастьем и на свободе. А он говорит, я вам уже говорил в девятнадцатом году, за мной стоит влиятельнейшая организация. Я сразу думаю, кто это. В масонов я не верю. Смотрите, вот я вам честно говорю, в масонов не верю. В мировое правительство не верю. Вступили, но не верите? Да, вступил, но не верю. Да, везде пишут. Гордон масон, да, не верю в масонов. В мировое правительство не верю. В ФСБ верю. То есть, если Валерий Дмитриевич Соловей работает на ФСБ и от имени ФСБ это озвучивает, ну, то я дальше продолжаю размышлять вслух. Зачем ФСБ нужно, чтобы миллионы, в том числе россиян, узнали, что Путин умер? Вот у вас есть ответ на этот вопрос? И это же прокомментировал Песков уже. Песков уже сказал, да нет, Путин жив. То есть, раз Песков комментирует, то есть... Я не видел, чтобы Песков напрямую прокомментировал. Он сделал несколько заявлений о том, что, значит, Владимир Владимирович будет там, Владимир Владимирович поедет туда, Владимир Владимирович... Нет, нет, он прокомментировал это. Он прокомментировал это. Он сказал, что Путин жив, что у него нет двойников, что Путин жив. Ну, извините, возможно, да, я пропустил. Так вот, следующее. Мы же рассматриваем варианты с вами. Видите, мы так все четко делаем. Если Соловей говорит от имени ФСБ, допустим, да, мы можем допустить такое? Конечно, можем. Можем, можем. Да. Зачем ФСБ, чтобы миллионы русских знали, что Путин мертв? Вот давайте вместе подумаем. Зачем? Для того, чтобы забрасывать такие вещи, чтобы русские смеялись, и сам Путин вышел и сказал, что все говорят, что я мертвый, я жив. Я живее всех живых. Ну, как вариант перед выборами. Смотрите, его уже сто раз хоронят, а он жив. Но, с другой стороны, у людей же будет мысль о двойнике. Это не Путин, это двойник. Соловей же Гордонов все рассказал. Я не могу понять. У меня нет понимания достаточного для того, чтобы... Веры в это нет, понимания нет. Говорю я честно. А у вас есть мысли по этому поводу? Дмитрий, у меня есть мысль, что это может быть работа для Запада, а не для россиян, поскольку рассказы о том, что Путин болеет, или Путин умирает, или умрет через полгода, это такая, знаете, история... Давайте тогда подождем. Давайте ничего не будем делать. Василий, на Западе лучше меня, Соловья и вас, и всех знают, что с Путиным на самом деле, поверьте. Они все хорошо знают. Поэтому, Дмитрий, то я еще хотел сказать. Очень бы хотелось услышать мнение. Ладно, западная разведка не скажет, но я уверен, что Буданов обладает этой информацией. Обладает. У меня есть еще одна мысль. Вы знаете, мысль... Вообще, я вам хочу сказать, я, конечно, буду это обсуждать с рядом своих гостей. И я думаю, что в понедельник у меня будет очень серьезный гость, который сможет сказать нечто серьезное по этому поводу. По поводу, жив Путин или не жив Путин. Вот. Но у меня есть еще одна идея. Мысль, вернее. Возможно, такое, что просто таким образом Путину хотят дать уйти от правосудия, от ответственности. То есть, ну, скажут, Путин умер, прячут его где-то в России, и все, Путина нет, и ответственности нет. Возможно, и такое. То есть, хотят дать ему уйти. А может, по согласованию с Западом. Не знаю. Готов допустить все. А может, это многоходовка. Давайте мы выводим Путина из игры. Новое правительство отдает Украине все, что ей причитается, и уходим с Украины, и все довольны. И Путин, и Запад, и, ну, тупик, типа, да? И Путин, и Запад, и Россия, и Украина, все довольны. Такое может быть? Может быть. И нас такой вариант вполне устроит. Да, конечно. Конечно. Ну, вот мы с вами разобрали. Разобрали. У меня нет ответов ни на один вопрос. Я просто анализирую вместе с вами. И мне очень интересно, дорогие друзья, которые нас смотрят, мне очень интересно ваше мнение. Потому что у нас очень умные всегда подписчики и зрители. Не лишь бы кто. Все обладающие возможностью думать, рассуждать, анализировать. Поэтому напишите, пожалуйста, в комментариях тоже, а что вы думаете по этому поводу. Мне это очень важно. Дмитрий Ильич, 19.33. Мы уже больше, чем полтора часа в эфире. Сегодня у нас, видите, технические небольшие неполадки. Я надеюсь, в эфире в записи люди будут смотреть и все будет хорошо. Давайте поблагодарим наших зрителей, которые, несмотря на то, что эфир подвисал, но сейчас 17 тысяч суммарно на двух каналах нас смотрят. Даже с браком нас смотрят 17 тысяч. Низкий поклон, спасибо каждому. Низкий поклон, спасибо каждому. Друзья, хочу всех вас попросить подпишитесь, пожалуйста, на мой телеграм-канал Дмитрий Гордон. Подпишитесь в инстаграме на мой канал Дмитрий Гордон. И всех приглашаю в инстаграм, где аукцион картины Ирины Третьяк, известной украинской художнице, похорон Путина называется. Там все написано, ждем. Я очень заинтересован в продаже этой картины за хорошие деньги, потому что все деньги идут на дроны для сбройных сил Украины. Спасибо вам за все. Слава Украине. С героем слава. И у меня в описании под видео есть ссылка на инстаграм Дмитрия Гордона. Я думаю, Дмитрия Гордона тоже есть. Вы можете найти эту картину, полюбоваться и, более того, приобрести и тем самым помочь сбройным силам, тем самым ускорить нашу победу. Бережите ЦБ и своих близких. Все будет Украина, мы обовязково переможем. До встречи наступного тижня о 18.00 во вторник. Не пропустите эфир с Олесей Бацман, Дмитрий Гордон. Кстати, расскажут, кому и за сколько продали картину. Это интересно. До встречи. Берегите себя. Спасибо.